Сегодня расскажу о том, какой компонент я считаю недостающим в большинстве кето-диет. И речь именно о традиционных кетоденных диетах. Посмотрев ролики других людей, которые практикуют кето, и увидев, что они едят, я решил снять этот ролик и рассказать о том, чего, по моему мнению, не хватает во многих диетах, которые нам рекомендуют. На кето-диете объём углеводов ограничен 20-50 граммами в день. Количество белков умеренное, а жир составляет 70-80% от общих калорий. И есть ещё категория еды, которую я считаю нужно включить в рацион. Это овощи. На типичных кето-диетах рекомендуют не увеличивать, а уменьшить объём овощей, потому что это углеводы. Тем не менее, многие едят овощи, и речь не об этих людях. Есть те, кто вычитают углеводы в овощах, чтобы не превысить вот этот объём. На мой взгляд, не следует учитывать углеводы в овощах. Гликемический индекс листовой зелени и других овощей низок. Во-первых, в основном это клетчатка, а клетчатка, хоть она и относится к углеводам, никоим образом не воздействует на инсулин. Вы не найдёте никого, кто набирал бы вес, употребляя овощи. И всё же у многих бывают проблемы с перевариванием овощей. В некоторых овощах много антинутриентов, например, оксалаты в шпинате. Они могут вызывать камни в почках, артрит и много чего ещё. Некоторые чувствительны к лектинам, это один из антинутриентов, и у них множество проблем с пищеварением. Но я работал с тысячами людей, и это нераспространённое явление. Чувствительность к антинутриентам есть лишь у небольшого числа людей. Большинство же, похоже, отлично себя чувствуют. И им следует постепенно увеличивать объём овощей. Я говорю о семи стаканах овощей, что является минимальным объёмом. И их довольно легко съесть, если разделить на две порции. Вот почему я это рекомендую. Первое. Переход в китоз произойдёт быстрее. Всё благодаря количеству макроэлементов в овощах калия и магния. С помощью китоза мы пытаемся справиться с инсулинорезистентностью, а это большая задача. И когда вы увеличиваете эти два элемента, а также другие элементы и овощи, вы сможете войти в китоз быстрее и с меньшими побочными эффектами. Побочные эффекты в связи с переходом в китоз, это называется кетоадаптацией, включает в себя кетоусталость, кетосыпь и так далее. С ними легко справиться, если принимать больше макро- и микроэлементов, морскую соль и витамины группы В. Способ вырабатывать больше витаминов группы В — это употреблять клетчатку в овощах. Ею питаются бактерии в кишечнике, они-то и вырабатывают эти витамины. И вы можете разнообразить микрофлору в кишечнике, употребляя разные типы овощей, разные типы клетчатки. В некоторых исследованиях эпилепсии, которые сейчас проводят, говорится о том, что, когда детей сажают на китогенную диету, одним из побочных эффектов является ацидоз. И в одном интересном исследовании говорится, что к китогенной диете добавили овощи, и эта кислотность снижалась. Так что можно в целом понизить кислотность китонов, поскольку они кислотные, а также снизить воздействие всплеска мочевой кислоты, который происходит, когда вы входите в глубокий китоз и практикуете интервальное голодание. Мочевая кислота повышается. Справиться с этим просто. Увеличьте приём калия или магния и измените PH. Это щелочные элементы, которые быстро решат проблему. Подведём итог. Если вы употребляете больше овощей, не учитывайте их в углеводах. Кстати, когда вы считаете углеводы, считайте усваиваемые углеводы, то есть вы читаете клетчатку. Этот момент я ещё не упоминал. Некоторые считают не усваиваемые углеводы, а общий объём углеводов. Эти люди думают, что клетчатка выведет их из китоза, но это не так. Я же рекомендую вообще не учитывать овощи в своих расчётах. И, кстати, не забывайте о пользе фитонутриентов. Это в дополнение к тому, что вы получаете от макроэлементов, микроэлементов и витаминов. Я просто хотел сделать дополнительный акцент на следующем. Ешьте больше овощей на кето-диете. Я считаю, это тот тип еды, которого чаще всего недостаёт на здоровой кето-диете. Спасибо за внимание. Кстати, пока вы здесь, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом ролике. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok